Так, врываемся, врываемся Заждались вы немножко, наверное, увидели, что там пики банны, адекват молчит, музыка играет, всё очень плохо Вот, короче, врываюсь я Так, убираю эту штучку Я кто? Я молодец, потому что, потому что я Успел покушать, вот это здорово Итак, у нас четверть финала, тем временем на ваших экранах Викинг Кап под номером 55, борьба за выход в про-серию Команды ДПВЗ против команды ХМ.РС Ну, прекрасно мы всё видели на своих экранах в предыдущей карте ДПВЗ у нас выиграли Теперь будут сражаться, конечно же, за выход в полуфинал Ну и против них команда Хэллоу Мото Сербия Ну, причём команда, вроде бы, с шведским флагом Но, однако, вот, называется у них тут Сербия В общем, непонятно, что происходит А играет русский, наверняка, да, как это обычно бывает Ладно, итак, у нас пики банны Теперь команда ДПВЗ играет за Дайер У нас Хэллоу Мото Сербия будет играть у нас за Рейдентов Смотрим, минус Айо, минус Найкс, минус Вивер, минус Батрайдер В пиках Тарсир плюс Виседж, команда ДПВЗ Нак, Сирена плюс Алхимик у нас в пиках команды Рейдентов Ну что, вторая стадия бана в те время пошла Ну и, конечно же, напоминаю, что с вами общаемся мы на Твиче Твич.tv.slash.ladder9 Народ там сидит, там народ общается Всё здорово, на СК2 пацанам тоже большой-большой привет Ну и, конечно же, не забываем подписываться на мой паблик vk.com.slash.adquat.tv Кто ещё не знает, обязательно, обязательно заходите Обязательно подписывайтесь Ну и будете в курсе всех событий, в курсе всех стримов Каких-то там анонсов и так далее, и так далее Так, у нас всё время котл отправляется в бан Отлично, там пообещал я, ребят, добавить в стиме Добавляю сейчас Чтоб, смотри, смогли смотреть через .tv Да, вот, 4 заявки принял Так что все Окей Да, команда, кстати, TM3D Извиняется за этот проигрыш Говорит, спасибо за стрим Но у нас немножко критиньего не получилось Много ошибок сделали Ну ладно, в следующий раз у них, конечно же, получится Итак, команда ХМ-РС Что мы про них знаем? Знаем, что они у нас тоже в составе 7-я про, конечно же, лиги Имеют 1453 ПТС на данный момент Прошли они, опять-таки, тоже Выграли команды 1-фолл И команду Пикачу Тоже довольно-таки серьёзные команды Ну и, опять-таки, тоже забрали до 4-финала И посмотрим, кто из них в итоге окажется сильнее На нас теперь у меня минус Гайрокоптер Ещё по одному бану в этой стадии Ну и здорово Они реально, говорят, из Сербии Ну, не знаю Сербии, Сербии, не Сербии Я говорю, флаг у них вообще там шведский какой-то Да, ну, как я понимаю Другой информации у меня нету Состав Ну, вроде бы, наверное, сербы Потому что какие-то у них имена Ну, вот сами послушайте Петр, Пера Врабак, Врабач, Врабач КРСТ, Авач СР, МЛ, что-то Ну, вот, типа такого Интересно Ладно, пусть будет этот серб У нас Nature's Profit Время отлетает в бан Мы посмотрим, как у нас эти Эта команда будет сражаться против наших ребят Не торопись, говорит, ешь Да вы не могли этого слышать Я очень быстро понял Чевчелес, я знаю, о чем ты говоришь Я тоже его смотрел Хороший фильм Так, у нас последний бан От Алмайти Что ты там будешь убирать? Убирает он от Фолд Дубауэр Ну и пошла вторая стадия пиков Ну, опять-таки, стандартный пока набор героев Наг Сирен у нас имеется Алхимик тоже Суппорт, в принципе, и керри-герой А может быть, два суппорта Короче, тут разные варианты, возможно, быть Вообще, Наг Сирены, как и Алхимик Очень универсальные персонажи Они могут в одной роли выступать Как и суппорт, так и керри-герой Главной команды В общем, тут как все зависит от фантазии Конечно же, капитаны И как эта команда будет реализовывать эти пики Окей, смотрим пока На следующем пиками Пики-пики-пики-пики У меня что-то контакт лагает Жестко прям Что-то ничего не работает Мне там какие-то сообщения прислали Я, в общем, прочитать их не могу даже Ладно Ага, Чен, взгляд Это уже интересно Мне уже вот это нравится Кто-то у нас очень Очень пряморукий Который берет Чену Видимо, имеет хороший макро-микроконтроль Посмотрим, как он будет исполнителем героя Так, ну и Бэйном отвечает У нас ДПВЗ здесь Отлично Ну все, теперь меня не отвлекает Так что извиняюсь И будем уже Акцентрировать свое внимание Только на доту Вот Ничто мне не будет мешать Обозревать эту карту Итак Есть еще второй саппорт Получается команда ПВЗ Да, есть Дарксирена сложная Отлично Не хватает керри и мидера Здесь понятно все Чен у нас Как суппорт Получается Дарксирена тоже как суппорт Алхимик, видимо, в качестве керри будет Соответственно, Трипла, получается Сформировалась Команда Хиллоу Мото Сербия Ну и остается у нас Два солны персонажа еще Поглядим Да, официально заявляю В контакт лег Однозначно и бесповоротно просто Да что ж такое Ничего не открывается Я даже музыку потом поставить не смогу Надеюсь, разлагает Так, у нас Клокверк залетает Готовый оффлейнер у команды Хиллоу Мото Сербия Ну и чем ответит ДПВЗ в этом пике Да, Пака забирает в очередной раз Неплохо Есть солны мидер В принципе, все герои смотрят направо Значит, в принципе, тенденция у них пика сохраняется Опять-таки, мы А преобладание героев, которые в фиолетовой рамке Тоже Команда ДПВЗ вообще знает, что пикать, походу, надо Они прогадали всю систему Так, ну и что По одному пику буквально осталось Предварительно перед этим Будет нас по одному бану Я хочу посмотреть у нас Сетка Как у нас там дела обстоят сейчас Все ли вышли в четверть финала Мне вот это интересно Не все еще Не все Команда ЮСХ ждет своих оппонентов Там ТЭК против РВР Доигрывает 1-8 Соответственно, верхняя часть сетки У нас немножко будет запаздывать Ага, и Вивком против Нобер Тоже не доиграли Ну, в общем-то, так как я понимаю Что и в нижней части сетки Тоже небольшие проблемы будут Так что, ребят Если сейчас эта игра сыграется очень быстро Да, эта карта То у нас будет большая пауза Может быть даже в течение 30 минут До полуфинала Так что, имейте в виду Поглядывайте, конечно же, сеточку Опять-таки, в моем паблике В последнем посте Вы ссылку на эту сетку Сможете посмотреть Ну, и как движутся команды По идее, тоже Ну, у нас по Москве Сейчас 12 минут восьмого Да, получается То есть, ну, где-то, наверное К 11 вечера Мы с вами управимся С этим турниром Я очень надеюсь Что у нас больше задержек не будет Ну, а после После 11 вечера Я не знаю Что мы сможем с вами посмотреть Если кто-то там из команд Будет еще играть В семи про-лиге В рамках первого раунда Доигрывать То, может быть, их посмотрим Ладно В общем-то, обидно будет У нас в те времена Минус темпла, рассатин Минус ССФ Ну, и по одному пику Еще осталось Знаете, сталкер залетает Вот он соло-мидер Команды ХМС сейчас И ДПВЗ должны отвечать Сейчас пиком керри Какого-то жесткого-жесткого керри Обязательно, который смотрит В правую сторону Обязательно Иначе вся Стратегия уйдет под ноль Керик с каким-нибудь хорошим АОЕ Что-нибудь Что-нибудь такое Такое интересное Такое, что же может быть Такое интересное Под Дарксира что-нибудь Под Пака, ну Давай, удивляй На смайлик Что-то там надумал Себе забирать Ну, кстати, вот Тут сложно, на самом деле Сказать сразу, да Потому что Гаррокоптер вроде бы убрали Найкса нет Тут СФа тоже нет Что брать Ну, Хаус Найт Есть такой, да Персонаж, например Ну, как он хорошо будет смотреться Без АО Тоже не ясно Что еще Какие варианты мы еще имеем с вами ПЛ Как вариант, да Ну, говорят ПЛ без котла не берут Формить сложнее Играть тяжелее Плюс Плюс ко всему Алхимик и Найт Сталкер Я сомневаюсь, что ПЛ Будет пробивать эти героев Какие еще варианты у нас есть Загадка Загадка пока Ну и вот За раздумью тоже находится У нас капитан Команды ПВЗ Месть своей командой Видимо будут придумывать Последний пик Но мы посмотрим Что из этого получится Антимаг, говорят Нужен Как вариант, да Ну, антимаг Интересное решение Однако здесь ему, конечно Придется очень жестко Напрячься скрипами И действительно Переформить Потому что, как мы знаем Алхимик все-таки Наверное, антимаг Убивает Кунка Ну, вот, да Один из хороших Керри героев Оставшийся Который обладает Хорошим АОЕ Про него мы немножко забыли Ну и смотрит в правую сторону Это ключевой момент, конечно У команды, как видим ХМР С такой тенденцией Не соблюдается Алхимик смотрит влево Остальная команда Смотрит вправо А если команда Смотрит в разные стороны Это значит У них не все очень хорошо будет Ну, опять-таки Это опять шутки юмора Немножко за 200 Так что не обращайте На это внимание Наркоманию Я Ребята, разбирайте себе героев Поехали смотреть За этим четвертьфиналом Надеюсь, будет интересно Балангар Наконец-то будет экшн Я тоже надеюсь Луна Нет, Луну не взяли Не угадал То что, что с этим контактом Творится-то просто Бяда А, нас включился там Один из игроков Команды ХМРС Ждем мы Алхимика Окей Да, прежним, конечно Напомним Мы, ребят, в чате В чате, в чате находимся Twitch.tv SlashTalader9 Какие-то нелепые фразы Которые я зачитываю А может быть даже Интересные фразы Я читаю именно С этого чата Ну и, конечно же На SK2.tv Но, правда, там народ Пока помалкивает Ну, да ладно Так, ставится пауза Ставим стандартный Доби-то Доби-то Так, ладно Действительно Ничего интересного Выбрать нельзя больше Две минутки Просит нас капитан Команды ХМРС Сейчас Ну и, окей Соглашаются Ладно, две минуты Значит, будем с вами Ничего не делать Будем болтать Тогда Я пытаюсь Контакт запилить Свой Починить как-то Что пока У меня, конечно Не очень хорошо Получается Вы скажите У всех проблем С контактом Сейчас Или только у меня Одного Такие Траблы Так, ну что Переподключил Залхимик Ну, вроде Уже можно Стартовать, наверное Нет Ладно Я пока попью водички Ну, я думаю Финал, конечно Здесь будет крайне Интересным Потому что Я вот Насколько успел Понаблюдать Очень сильные команды Проходят дальше Как это должно По идее быть Опять-таки Претендент на победу Конечно же Команда ДПВС Например, да Сейчас, с которой Мы с вами наблюдаем Команда ЕС Которая выиграла Прошлый Викинг Кап Если вы помните Тоже очень сильная команда Ну и команда ЮСХ То есть тоже Вот на эти, наверное Три команды Мы с вами будем Обращать внимание Из этих трех Две максимум Дойти до финала Смогут Это команда ДПВЗ В нижней части сетки Да Сверху там ЕС И ЮСХ Смогут встретиться Уже в полуфинале И там разобраться Между собой Ладно, поглядим Как и будет на самом деле Привет, адекватные Земляка из Казани Здорово, здорово Фифтимен Здорово, что и земляки Меня тоже тут послушают Кстати, уже вчера Вроде бы ты тоже здесь был Круто Круто, круто Подтупливый В целом работает Беда, говорят Ну нет, да Вот все-таки у большинства Видимо людей Проблемы с контактом есть Да Что-то, видимо У них упало там И подниматься не хочет Ни в какую Отпустил Этот контакт работает Нифига не работает Я вот обновляю Периодически У меня ничего не работает А все, почему? Потому что я победитель По жизни, да? Походу Из-за этого Печалюшка Вселенского масштаба Дота не работает Ребята играть не хотят В контакт не работает И что делать Непонятно Все ВК закрыли Расходимся Да, поехали Все в одноклассники Или в фейсбук Или в твиттер Вот в твиттер Классно, кстати У меня, кстати, тоже аккаунт Есть на твиттере Кто еще там не фоловился Фоловьтесь У меня там дублируются Все сообщения о стримах В контакте Так что все здорово Ну и, конечно же Воды, когда я залпиливаю Кстати, вчерашние воды Там, когда было две игры Между командами Какими командами? Я же не помню Ретрай, по-моему С кем-то играли Или что-то еще было Я их не залил сегодня У меня, к сожалению Времени не было Но вот, опять-таки Вместе с сегодняшними водами Которые мы сейчас смотрим Я эти воды тоже залью Так что Большой баг Видеозаписи И вас тоже, в принципе, ожидает Ага, вот вроде бы Заработало все Отлично Контакт подняли с ног С колен Ну что, две минуты вроде уже прошло Да, мы с вами тут Болтологией занимаемся По сути Ну А, давайте вопросы кинем Давайте, ребят Просто любые вопросы Отвечаю сразу Вообще, любой вопрос Абсолютно любой вопрос А ты дам ответ Развернутый Жду-жду ваш вопрос Открываю Минуту, как говорится Это откровений, да? Байдекват Чем бы и нет По-прежнему Кого-то ждем Да, вот ЗЗ тоже недоумевает Много-много вопросиков Вставит у нас Ну и Кого-то не хватает Последнего игрока Кстати, это кто у нас? Сан Сан, да, еще выбирает героя А ему, видимо, достанется Кто у нас? Непонятно кто Я уже не помню Что там за пики были Чена взяли Клокверка взяли Нагу взяли В миде В миде кто-то Кто у них там в миде был? В миде был Не помню ИСФ что ли был Или кто-то еще Ладно, не важно Ждем, в общем, все равно Без них не начнем Так, ну неужели Неужели Отжали Поехали смотреть Доту Наконец-то Так, ну и В итоге-то поставили Ну и поехали смотреть за доткой Итак, у нас Команда ХМР За Рейдентов Анахадора Будет играть на Алхимике Получается А Аймэти Будет играть у нас На Чене Здесь Даган Багут Будет играть у нас На Клокверке Сан будет на Найт Сталкере Ну и Седика Будет играть у нас На Найк Сирен ДПВЗ у нас Айдем На Бэйне Дэнки будет играть На Нарксире ЗЗ на Дисадж Здесь Смайлик На Паке Ну и Тёмка Найк Будет на Кункевич У нас исполнять Ну и видим, что Опять-таки Движение в пятером Куда-то кого-то искать Там, видимо, расставлять Варды будут На Флейне здесь Будет стать Клокверк Понятное дело Ну и против них Видимо Трипла Будет Висадж Бэйн Плюс Кункевич Дарксир отправится На сложный Ну и в виде будет Ставить, конечно, тоже Пак против Против Блонара Да, Блонара Там был последним героем Точно Так, Нави не распустили? Нет, не распустили Как дела? Дела отлично Какой у тебя комп Сколько работаешь на стриме? Комп у меня очень хреновый Феном 2х4 Зарабатывает на стриме Очень мало Сколько сантиметров У тебя член? 18 Как понять Чего хочет женщина? Как понять Не знаю даже Ничего не хочет Они все время хотят Все время разное Что за стрим идет? У нас СЛТВ Викинг Капа Номер 55 Какой у тебя комп Зарабатывает на стриме Ты уже отвечал Почему антимагу так мало играть? Потому что играть на нем не умеют Как ты придумал Никодекват Он у меня был с самого начала Мид, да, говорят Мид, он же клевый Да, все супер Все, поехали смотреть Короче доту Итак Ну, вы здесь понимаете Что большинство моих ответов Было просто шуточных Отвечал я не попад В общем-то, не важно Итак, в виде Собирается у нас здесь Найт Сталкер Против Пака Здесь Ну, видим, что Пак У нас через 0 талисман Блонар у нас 279 монет 280 практически Ну, на фаст боттл Видимо не идет Толшут Он прокачался Против Пака Рейндж Героя Довольно-таки неприятно стоять Клок Верк у нас здесь С Пауэр Когами Виседж у нас пошел Тут с Грейв Киллом Уже замедляет Ну и Темка Найк Конечно, на фрифарме Собственно, какая алхимик Алхимик у нас Гривлс Грит уже прокачал Нет, да, ну и скорее всего Тоже будет выходить Какие-то фаст Хэнд оф Майдосы Там и так далее, и так далее Так, секунду Виседж у нас здесь имеет Гривлс Хилл тоже Это вы уже видели Да, ну и в миде Посмотрим сейчас У нас что происходит Пак 6 на 0 Блонар у нас 4 на 0 пока Кстати, штормовая гарпия Прилетела у нас от Чена Очень неприятный Такой вот этот суммон Который будет Паку Просто жить не давать Очень много он дает Сколько там Чен Лейтинг Здесь за сколько отнимает Отнимает 140 урона, да И причем там КД очень маленькая Причем может цепить Еще и несколько целей И манны хватает То есть постоянно Без КД может просто Такие вот штуки делать Да, ну и Пак Чувствую себя крайне некомфортно Конечно Чен Лейтинг Здесь в принципе Отлично расконтроливает ситуацию И все окей Так, началось там Жуткий смех С дилеем дошли Конечно-таки мои ответы Ладно Патролили и будете Нас видим, что Нага Сирены Через лес пока играет Левел 3 Рептайд на 2 Есть у нее сеточка Все окей Здесь у нас Алхимик Алхимик пока Ну Грилл Сгрид Как я уже говорил Макса Да, 836 монет Наверное, все-таки Когда садись против крипов Есть смысл купить Очень быстрый Конд оф Майдос И потом фармить Себе остальные Какие-то айтемы Окей, у нас на топе Клокверк Клокверк у нас получил Или какой-то левел Левел 1 пока Найт Сталкер Бруно Инвиза В Ботле Левел 4 Так, здесь у нас Пак Пак на талисман Левел 3 Ну и чем прежнему Ага Причем просто стоит И контролит Гарпий Походу, да То есть он вообще С собой не контролит Он стоит на этом месте Все-таки, да Решает по максимуму Блонару помочь Причем тут Еще на пару раз Может дать Главное, чтобы сама Гарпия не отъехала 42 хп у нее осталось Чем мало Так, Бейн Теперь вышел Ну, сперва подошел Пару плюх Выдал биследж, да Типа, давайте Меняемся местами Теперь Бейн пошел Клокверка напрягать Все понемножку ему Тут надавали лещей И Клокверк, конечно Крайне неприятно В такой ситуации находиться Так, ну и в лесу У нас здесь тоже Дарксир Видимо, но Флейни начинает Будет покупать себе Соло ринг А нет, это у него Хедреска Что интересно, да Уже собранная Фактически в стэше Ну и будет фаст Мекку Выходить тогда Так, здесь Нага Сирена У нас бегает тоже Так, ну и вот Наконец-таки очнулся Чен Левел 1 Прежде ни одного крипа Не убил Это может быть первый крип На Хорошо Так, ну и алхимик Видимо показывает Пока топовый кс на карте 21 на 3 Ну и против него Кунка Кунка 20 на 12 Там, в принципе, по кс Видимо, вперед вышел Дарксир Но, опять-таки, мы его В расчет не берем Потому что он убивает нейтральных Крипов, собственно Поэтому у него, конечно, кс будет побольше Но денег он получил поменьше Это, в принципе, тоже понятно Итак, алхимик Все-таки не идет Фаст Хенд оф Майдос Покупает себе фейзы Будут сразу какие-то сильные артефакты выходить Не законтролил здесь немножечко Катапульту Но ничего страшного Кунка, он на что собрал себе Есть у него 2 Галландов Стрэнф Есть 1300 монет Левел 4 Видим, что прокачивает Тарен Пока пассивку не качал Ну, здесь, в принципе, тоже правильное решение Для тех, кто не знает, почему не качается пассивка Ну, тут все, в принципе, просто Пассивка будет пушить крипов Будет пушить твой лайн Когда стоишь против крипов Тебе этого делать не надо Ты должен стоять на одной точке И просто фармить все пачки крипов Поэтому здесь, конечно же, не нужно прокачивать Тайт Брингер Что и делает Кункиевич Прокачал на один раз Ихс Марс в спот И спокойненько, да, Тарен тоже максит Все окей у него Будет добивать крипов Стоя на своей линии Потом Тайт Брингер прокачает Уже со временем к левелу Так, с замесом ближе То есть там все будет у него хорошо Как этот матч в доте посмотреть? Ребят, для этого нам нужно будет добавить меня в стиме Всех я абсолютно добавил Уже, кто там заявки свои отправлял Как дела? Звук прерывается в дота 2 Не знаю, ребят Вряд ли Вряд ли звук прерывается Вроде бы нормально Мне здесь должно быть слышно Не знаю, почему Может прерываться У меня все окей Так, стою наставится пауза Что такое? Это команда ХМРС Чен у нас теперь на этот раз отсоединился Снова будем ждать его Да, чтобы посмотреть Дот ТВ Должен добавить меня в стиме Опять-таки все мои контактные данные Классные под плеером Скрольте мышкой там Как говорится, да И внизу прям под самим плеером Инфоблоки всякие Там все мои контактные данные Абсолютно даны Так что сможете Сможете меня найти Я от вас не убегу Ладно Раз такая пьянка Значит Фрич Привет тебе большой Сказал Дайте тоже пеку отправлю Так, раз такая пьянка Я пока посмотрю Что у нас там происходит по сетке Мне все же интересно На старт 0 у нас все четверть финал Да, все в четверть финалах уже вышли И все начали играть Это здорово Это здорово Но у нас с такими задержками Закончим самыми последними в этой игре Ибо Ибо почему Ибо потому что У нас постоянно паузы ставятся У нас уже минут 20 идет трансляция этой игры А всего на карте Пятая минута Беда Ну ничего нам не остается делать Опять-таки ждем игроков Ладно Ждем так ждем Наше дело маленькое Да, голосовал кстати еще открыто Я тут тоже еще не проголосовал Сейчас проголосовал Скину я вам сейчас в чатик ее Ну и опять-таки Оставляйте на ваш взгляд Кто победит Голосовалочка Голосовал Ну и конечно Кто еще не подписался Подписываемся на мой паблик Вк.com Слышать Адекват ТВ Давайте добьем сегодня цифру 1900 Осталось буквально 14 А не 24 подписчика Ну многовато, правда? Ну ладно А вось ближе к финалу и добьем Так что давайте потягивайтесь Ну что, гоу наконец-таки Чен переподсоединился у нас Поехали смотреть дальше Так, планар Левел 5 Кстати, поднял себя в ботл руну хосты Сейчас есть у него сапог Ну и вот скоро будет ночь Ночь у нас будет Буквально через минутку Да, получается И начнем, конечно, смотреть За первыми действиями хмраз А вот что интересно В пиках с Баланаром Очень ключевый момент И очень значимое событие Будет как раз таки От первой ночи зависеть Потому что если Баланар реализует То есть здесь пак может отъехать Пак или Зориор пытается уйти Идет за ним Нет, смотрите Клокверк слишком поздновато кинул Ракетку немножко не доставит здесь пака Так вот Если Баланар реализует первую ночь Да, то есть делает много очень убийств Соберет себе урну по Т Или урну фейзы Вангуардик может быть какой-то Да, по стандартным позициям Тогда у команды ХМРС будет преимущество На следующий день Когда Баланар будет уже не такой активный Скажем так Вот Но пока этого не случилось Здесь, конечно, вот Команда ПВЗ должна грамотно отыграть ночь Для этого что нужно сделать? Для этого, как только наступает темное время суток Им нужно просто собираться в пятером И идти пушить и вра Просто в пятером Тогда Баланар будет, конечно же Фактически бесполезным Так, вот видим, что ночь уже пошла И на этот стандартный оружие побежал Уже побежал Будет находить пака здесь Видит пака Пак, правда, поднял руну ДД Да, ну и имеется у него фулл прокаст Фулл МП, фулл ХП Поэтому, конечно, Баланар на него не порвется Скоро будет левел седьмой уже Да, сейчас поднимет Баланарище Ну, пока вроде не торопится куда-то бежать Хотя есть у него ТП-шка В принципе, куда-то и вниз Можно на Дарк Сиры выехать Можно и на топ При большом желании убить Суппортов Бэйна и какого-то там, я не знаю Висаджа Вместе с Клокфьерком Почему бы и нет То есть все может получиться Ну, видим, что воидами уже раскидывается Пака здесь крайне неприятно Но, правда, есть у него, опять-таки, рум ДД Которым воспользуется Так, кстати, тем временем Чена забирает Чена забирает нас Дарк Сира Это Феррест Блад Зашел в спину там И вроде бы все получилось Правда, так осталось на лоу ХП Здесь пак уже на развороте Смотрите, в металле минус один Будет прыгать дальше Видит еще и нагу сирену Ну, как же отомстить сейчас Лол Одна плюха взлетает Пак даблкил Отлично, ДПВЗ Ставит еще Дримкоил Иди сюда, говорит Чен Ну, там Блонар Блонарам, конечно, шутки плохи А еще и Саленс получил Да что же делать-то, Блонар Три секунды до воида Пак пытается жить Пытается монсовать Куда-то спрятаться Иллюзориорп Шифт Уйди Ну, прячется, конечно, не слишком далеко И зачем ты сагрил Эншенс на себя Зачем ты это сделал Ну, умер от нейтралов Ладно, хотя бы так Так, Дарксир потянулся сюда Видит, здесь была Нара Была Нара замедление Ну, ему пофиг подночь на это замедление Он просто спокойно карать кликом Будет убегать 2-2 в итоге получилось Но Фердбад за командой ХМРС Очень неприятно здесь, конечно же Для оффлейнера Для... Кого там получается? Кто-то не ставил Для Дарксира От того, что он отъехал Да, ну, есть у него, правда Хедреска, Чейнмейл И чуть Тавр не лишился тоже Ну, есть, наверное, смысл Все-таки пойти и в лесах пофармить Получить там какой-то, я не знаю себе Уже выходить на оффлейн Да, вот, в любом случае Этот отдастся, конечно Рано или поздно его снесут То есть, алхимик уже, опять-таки, здесь Да, умер один раз Пак, конечно, постарался Ну, и помимо фойзов 1800 монет Довол 8 Промакчено на максимум Гривлс Грид Так, ну и контроль рун Контроль рун Пошел Блонар Находит рун Да, все-таки первым ее находят Даже тычка там Висажа намного медленнее Чем движение Блонара Так, ну и рун он себе купил Окей, смотрим дальше Говорят, сделает игру за одну ночь Пока что-то у Сана не очень Не очень идет, да Кила он ни одного не сделал Хотя шанс, в принципе, наверное, был Ну, там Пак тоже грамотно сыграл В принципе, отдался от нейтралов Это здорово Ну, и Найт Сталкер Ночь идет Надо что-то решать Надо что-то бегать уже Так, Пак Смотрите, шифт пропустил Но отличный сайленс от Пака Пак здесь грамотно, на самом деле В миде отыгрывает Не подставляется Это здорово Есть сапог У него талисман Мэджик Вонт Есть у него еще и Боттл Здесь у нас Найт Сталкер Боттл сапог Также имеется урнов в Шадоус Есть у него Сталлт Шилд И Мэджик Вонт И ТП-шка Да все, есть у этого Блонара Беги ты, убивай Кого-то Ну, зачем ты в миде стоишь Ну, Блонар Мы же на тебя надеемся Тем временем Алхимик вместе со своими дружениями Пришел на нижний лейн Практически Чен Много Сумона Все как положено И Тавр будет забревать Здесь ДСа, конечно же, нет Смотрите, выход на Блонар Если Блонар ночью будет Это вообще провал будет Так, под Смоком Должно начинаться все со Слипа Но Блонар убежал Куда-то вниз Тавр здесь потеряли Пошли, кстати, на второй Тавр сразу А почему бы и нет Почему-то есть тролль Постоянно у него будут скелеты вылезать Всякие То есть, есть чем пушить Фактически Алхимик тоже здесь Правда, не прокачанный еще Будут пушить Т2 Тавр Будет ли здесь деф Глиф Фортификейшн есть Здесь Виседж тоже Подтягивается Дарксир Вместе с Бэйном Ну да Подходить, конечно, не хочется Потому что мало ли Что зацепят, убьют еще Поэтому аккуратно А Виседж здесь вот уже сыграл Крайне неаккуратно Получил воид в лицо Это минус пол ХП Так, заслипали Здесь у нас Нагу Сирену Алхимик пошел Раскачивает свой стан Кого же будет отдавать Ой, Дримкоилл отличный просто Так, смотрите Алхимитичный Здесь пак играет На шифте Все-таки от алхимика Стана прячется Корабль полетел Но особо никуда не сцепил Там Нагу Сирену Тоже отправил в таверну И... Алхимик Ушел А, Чен его ТПш Ну да, тут просто Под Шотлблейд Тоже ретировался домой Ну и 1 килл Отыграли команду ПВЗ Опять-таки Бландар Ничего сделать не смог Балтамган Стрэнф Он поднимает Покупает точнее Осталось 50 монет у него До ПТшечки Ну и очередная руна Руна Хасты на этот раз А ночь-то подходит к концу Ночь подходит к концу И что делать? Доклад, добавь меня Да всех вроде бы добавил Ага, всех добавил Тут просто 10 добавлений Друзья еще сверху Добавишь тут всех Сейчас Все, миссион комплитет Ладно, поехали Смотреть дальше У нас все время 11 минут Пошла, давайте посмотрим По графикам, что происходит Все-таки пока команда ХМРС Впереди На 2000 в золоте По XP В нулях пока По XP Ну, опять-таки То это самое золото Содержится в этом пацане Вот он Вот то самое золото Которое есть в плюсе У команды ХМРС Вот на нем все в нем Я больше чем уверен Потому что этот парень Спасивка промаксины Качается на фрифарме По сути, да Бьет только крипов И все у него окей Да, ну Спасивка работает как надо, конечно Так, ну и Выход на пака Пак чуть-то потратил И вроде бы уходит Нага Сирен тоже здесь На топе Кункевич Кункевич Кстати, тоже покупает Секлоймо И будет собирать Шадлблейд Но, опять-таки За счет того, что Алхимик фармит Немножко быстрее Поэтому Здесь Кункевич Будет отставать по шмокам Причем пока он Соберет себе Шадлблейд Алхимик будет себе Уже что-то То есть у него уже 750 монет Через минуты 2 Когда собирает Кункевич себе Шадлблейд То этого будет уже Полторы тысячи денег Ну, разница уже Замок существенная Итак, ТПВЗ Пошли у нас по топ-лей Ну, сейчас пушит Т1 Тавр Ну, вообще, мы знаем, конечно Так, Тавр-таки Добил еще Алхимик Нужно уходить и уйдет Таким, потому что Есть Шадлблейд Халявный денежка Опять приплыла Да, ну, то что я хотел сказать Что команда ПВЗ Мы знаем, что она В принципе Может, может Устраивать камбэки Она может переверачивать Игры после пролитого Скажем так Проигранного Эрлигейма Так, смотрите Пошел у нас Алхимик Через шифт Отлично, стан Кункевич Пошел нарезать Под Шадлблейдом Спрятался Кулак, Кулакверк Отлично впрыгнул Здесь у нас на Бэйну Бэйна большие проблемы Тут пытается там, правда, выжираться Там все-таки убили Кункевича Да, ну и здесь Нага Сирена тоже подходит Сеточка это минус Бэйн Отличный Отличная драка От команды ХМРС И пошли дальше Да, вот Бланар ночь Побежал Крыльями машет Все как положено Височек Иди сюда, птица Бить тебя буду Говорит, войд В лицо тебе дам Иди сюда Отлично Ну вот, нашел его Наконец-таки Будет забривать просто с руки Конечно, халявный килл Плюс еще урна Там Кулакверк пытался Подстилить у своего Бланара За что получил, наверное, по шапке Но этого не произошло Бланар себе килл забирает 5-3 5-3 Ну неплохо Команда ХМРС Пока-пока Вроде бы доминирует 1700 монет, видимо У Алхимика И Кункевич-то умер И Шадлблейд себе не собрал Ага Да, проблема Проблема У команды ПВЗ Опять-таки в Ролигейме Они немножко сливают сейчас Пак у нас поднимает Руну ДД Боттл Есть 0 талисман Сапог Это мы все видели 1400 монет, конечно же Будет выходить в Даггер Ну и очередной Тауэр Будет лишаться сейчас Команда ПВЗ А сверху тут уже зашли 4 игрока Команды ХМРС Да, бьют Бьют Тауэр Ну и на дефе Вот только сейчас Подходит у нас Бэйн Ну Бэйн такой себе дефер ТП-аут А нет, это просто ТП-аут Клок вверх стоит Коги В принципе, неплохие Тут же Слейп Торен тоже неплохо заезжает Но там от Наги Сирен Да какой хороший сон Все комбо разрушили Тукункевич пытается Трасс Нага отъезжает Чем-то пошла непонятно Прямо на встречу к врагам Алхимик тоже здесь Пока живет На крест его посадили Здесь пак Да, Алхимика все-таки убивают Ну и загуляли Минус 2 Ну зачем надо было идти Вот прям за Тавр К ним Прямо в стадо Скажем так противников По центре вард Непонятно В итоге просто Халявно на 2 кила Отдали противникам Тем более умер Алхимик Это очень неприятно Да и Кункевич фраг заработал Купил себе Шадоублейд И будет фармить дальше Кохверк Левел 7 Есть у него Тут хукшот Это мы видим Аркан Буци Есть у него вот так же Брейсер Чен с арканами Тоже в миде Пока левел 6 уже имеется Апхил Так, ну и Бланар У нас будет выходить в БКБ Купился Огрклаб Ночи по-прежнему нету Да, то есть она закончилась Бланар теперь не такой Скажем так Боеспособный Не такой активный Не такой грозный соперный Или команды ПВЗ И теперь они могут Старать какой-то экшен Попробую Тенча снести Т1 тавр по нижнему По топ лейну точнее Уже нагрызают Да, здесь катапульты есть Но крипы кончились Внезапно Поэтому надо отходить назад Так, ну что На деф у нас Нага плюс Клок вверх Пока стоят здесь Три игрока команды ПВЗ Пытаются пропушить В миде ПАК ПАК у нас с ДДшечкой Бьет Даггерси купил Смотрите, Бланар Ой, пошел Алхимик Вперед Ай-яй-яй Подстан, подставился Моментально, конечно Его будут сбривать Ну как так-то на Не взял на А, это Я думал Центри ВАЗ Команда ПВЗ Это Центри был ХМРСов Да, поэтому, конечно ПАК видеть не мог Ну и Алхимик Отличный выпад Ну, то, что мне нравится В Алхимиках, да Это то, что вот Те Алхимики, которые покупают Сразу Штолблейд Они не фармятся Этим Штолблейдом Они идут и убивают Действительно Потенциал Алхимика Имея Инвиз такой Просто крайне Классный, да То есть крайне мощный Он может заходить Сделать Инвиз Точнее Стан из Инвиза Удар там и так далее То есть, ну Под Эксит Спрейм Потом еще и нарезать За эти 4 секунды Стана Все очень круто Ну и Алхимик Видим потихонечку Он фармит себе шмоточки Есть у него Горклаб Будет делать себе БКБ Так понимаю В Миде у нас Баланар вместе с Ченом На этот раз будут пушить И один Тавер Ну а здесь команда ДПВЗ сколько бы не пыталась Но Тавер спушить не может Клоквер здесь очень четко На дефе стоит Будет ставить Коги Конечно же ракетки Всякий да Чем он занимается Ну и просто не пускает хрипов Все правильно делает Так, Пак у нас залетает Двоих Дримкоил поставил Моментальный 3 ТП сюда Чен должен отъезжать Чен отъезжает И Баланара будут цеплять Тоже Финс Грипп Отличный от Бейна Но вот хорошая игра От команды ДПВЗ Здесь конечно нет слов Здесь все очень грамотно сделали Тавер задефали И убили двоих Пак делал даблкил Алхимик сюда прибегает Дает сам по двоим Но сделать ничего не сможет Конечно же Один против четверых Он не пойдет 7-6 Прежняя команда ДПВЗ У нас впереди Ну вы чувствуете да Как нарастает у нас Напряжение С каждой игрой У нас уже четвертый финал И уже какой экшен Снова борьба С переменным успехом Опять таки все драки проходят У нас И здесь может быть Конечно очень интересная развязка Алхимик покупает Семи трилхаммер Осталось у него 1000 монет До БКБшки Дарксир Дарксир у нас с мекой Есть у него сапог Есть ТПшечка Здесь клокверк у нас С арканами по прежнему Чего нового не появилось Левел 8 Так то что Пак в принципе уже показал Свой дайгер Да он впрыгивал Поставил отличный дремкоил Убил Чена Там еще забрал потом и Бланара С помощью Бэйна Так что все в принципе У него хорошо Будет фармить дальше Что-нибудь Может быть ПТ сейчас Какой-то нарисуется у него Так Дивардинг Все тоже супер Бэйнас имеет левел 6 И сапог Куча вардов По сути ему больше ничего И не надо наверное Так еще и нашли Апсервер чужой Тоже его сбивают Отлично Ага Здесь алхимик против Кункевича Оба стоят в стане И так Ага Кункава успел Все-таки поражать Shadow Blade И на всякий хп Остается живых и уходит Алхимик остался Несолонах и бавши Несолонах и бавши Будет нижний лейн Тоже пушить Опять таки Пак залетает Не залетает Просто откидывает Ну алхимику Здесь делать по сути Нечего Здесь нет чужих товаров Пушить нечего А на Т3 ему зайти Не дадут конечно А фармить здесь Крайне неприятно Потому что ты Все время находишься На вражеской территории И тебя могут загангать На топе Клукверк вроде бы Орудие тоже там Особо делать нечего В общем сейчас пока Алхимику остается Только в лесу фармить наверное Ну или в миде подраться Например сейчас Опять таки войти Под инвизом Дать стан пака И пробовать его забрать Нет Все-таки алхимик решается Идти у нас На топ лейн Видите здесь Дарксера Вместе с Клукверком Могут убивать Алхимику уже пошел Ай мана не хватает На стан только мана хватило Клукверк заходит сюда Ну и да Все-таки стяжка пошла Дэнки должен Ну так Клукверк отлично Никоги показывает Несмотря на мекку И так далее Пак залетает Кстати моментально Пытается подсейвить Но так уже не спастись Дарксера Так все отправляются Наверное Пак здесь под ботом Метит Кункевич Ой-ой-ой Корабль да Ну корабль мимо Клукверк Чудом остался жив Но все равно его добили Пак забирает себе Этот килл Финс Грипп Опять-таки В Алхимике Очередной хороший Хороший мув В исполнении команды ПВЗ Пак очередной даблкил Ну вот что мне нравится В этой команде Они все время Носят с собой ТП И они очень вовремя реагируют Вот казалось бы Да Проблемы большие у Дарксера Все это просто Мементальный один минус Снова летает Пак Летает Бэйн Тут же мементальный Кункевич И все красиво делают И забирают еще два фрага И один-два в итоге размен Что примечательно Убивает в очередной раз Алхимика И снова отдаляется он От своего БКБ В это время Команда ХМРС Пропушила Т1 Тауэр По миду все-таки И пошла на Т2 Здесь с овухом пока Ченна собирал себе Намеку Хорошо И у Найт Сталкера Появляется рецепт На Блэкинг Бар И 842 монет Осталось примерно Столько же До собранного Полностью БКБ Это Б3 Нет, ребят БО1 У нас в рамках этого турнира Викинг Капа Номером 55 Все игры проходят По системе БО1 Сингл Эллиминейшн Команда, которая Проигрывает в карте Она вылетает с турнира Которая выигрывает Проходит дальше И у нас уже на ваш экранах Четвертьфинал Команда ХМРС Против команды ПВЗ Кто еще не понял И пока Пока с переменным успехом У нас проходят драки Давайте посмотрим Что у нас на 19-й минуте Мы видим, что по графикам 5000 плюс Команда ХМРС ведет Ну а по опыту Впереди команда ПВЗ Ну опять-таки Здесь еще пока ничего не понятно Пушит и один тавер Команда ПВЗ сейчас В чем плюс ХМРС Они много тавров снесли На самом деле Два тавера снесли Ключевых тавера А три тавера они снесли Причем один здесь это два И так смотрите Пошел Пошел у нас четко Отличный Алхимик должен был влетать Клукверк влетает Крипов Отлично тоже У нас от Дарксира Подцепили Как отлично Под когами Лол Клукверк запер сам себя Моментальный минус алхимик Клукверк тоже заезжает в таверну А был размен 1-2 пак Сделал байбэк И будут ли кого-то дальше догонять Нет Никого догонять не смогут Ну Клукверк там себя Я алхимика спрятал Конечно фейл был Огроматных масштабов Туда просто корабль Торрент Все что угодно Залетел И просто разбили лицо Ну а пак сделал байбэк Да Моментально врывается Опять таки в драку Поставил дримкойл Зацепил Чена Приходит сюда еще и кунка Так Саленс Ну и Чен не знает что делать Да Стоит на месте Конечно Его будут просто убивать Минус Чен И Да Ну и все На этом Т1 тавр спушили Вроде бы И можно отходить 8-12 А на Т2 дальше пойду Почему бы и нет 10 секунд не будет у нас алхимика 20 не будет Чена Тут Бланар Кстати ночь уже Но Бланар без БКБ Поэтому конечно Особо не рвется в атаку Вот только сейчас Он себе его собрал Ну а тем временем Т2 тавр падает Ну отыграли Моментально 2 тавра Очень хорошая игра В исполнении команды ПВЗ Опять таки очередной выигрыш траки И Пак опять таки Сбирает себе Еще 1 тавр Ну Бак конечно отыгрывает Опять с плюсом Он забирает абсолютно все фраги Делает все абсолютно даблкилы 8-3-2 У него стаж сейчас Мы видим у него есть ПТ 0 талисман Есть даггер И 1400 монет Ну еще и видим Руну подобрал Для себя все отлично Левел 13 Пошла на 21 минуту Тем временем Да ребят конечно Не забывайте что после этой карты После непродолжительной паузы У нас будет стартовать полуфинал За полуфиналом финал То есть сегодня у нас будет вечер Красивейшей и интересной доты И будет на что посмотреть Я конечно же буду вам В этом содействовать Своими комментариями Если кому-то нравится Обязательно подписывайтесь на паблик Вк.комната Слышадекваттв На твиче тоже подписывайтесь И все будет отлично Да ну конечно У кого есть возможность Квата репостов Какие-то паблики свои Может быть ну просто На свою страничку Делайте лайки репосты С моего паблика Последняя страница С голосованием Голосуйте Так что Будет там только Огромный респект за это Итак команда ПВЗ Пошла бить Рошана Сейчас Знает ли об этом КМРС Знает Потому что кукверку Уже закидывает сюда Ракетки Все как положено Видит Но среагировать не успеет Потому что Потому что Рошан Осталось уже Две тысячи с половиной хп Да ну и на топе Вся команда КМРС Пытается немножко Отогнать сейчас Отпушить лайны Чтобы быстро Очень-то ПВЗ Не смогли собраться Их куда-то пройти Пропушить еще Да ну и пак Забирает еще Егис Причем Кункевич Вообще не доверяют Егис Где у нас Кункевич Кунка 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 Демонеджа Интересно Демонеджа Это очень интересно Я так думаю Что это будет МКБ какой-то Да Ну и конечно Там с Тайббрингером Будет выдавать Отличный демыш 1200 Монеджа Сверху Ну и еще осталось Где-то 1800 А парни Да 1700 Окей Пак У нас пошел ДФ и Т2 Тавер Что у нас по ТВРам Получается Четыре Тавера Снесли команды ХМРС ДПВЗ Ответили Пушем Трех Таверов Да То есть пока По одной Тавер Команды ХМРС Получше По ХП А по Золоту Плюс команды ХМРС Тоже порядка 2000 Но опять-таки Тот самый фармящий алхимик Который вот опять На нижнем лейне Снова фармит Давайте посмотрим По Нетворцу Чтобы убедиться в этом Да Ну вот Алхимик опять-таки 10381 нафармил Кунка 8700 Разница порядка 2000 Да Чуть меньше Но то самое преимущество Смотрите Атака пошла у нас От Кунки Пошел вперед Если просветка Мне интересно Какая-то просветка Здесь обязательно нужна Синтри варды есть У Бэйна Так Дарксир здесь Ай-яй-яй Не успели зацепить Ай Отпустили Хотя бы Крест Тоже был поставить Тихунки Там Да Потом Ушел бы Шадлублейд Поставили бы Синтри Убили бы В любом случае Ну как-то Неграмотно получилось Да Ну и просто Видимо будут собираться Бить один тавер Понизу А в это время ХМРС идут в размены Собирают два тавера По миду сейчас Который тоже В принципе Не с фулл хп стоит Поэтому наверное Очень быстро смогут его сгрызть Ну и там уже будет деф Да Пришел сюда у нас Еще и Дарксир Самое неприятное Для команды ПВЗ Это потому Это то что В противоположной команде Имеется Нага Нага со своим сном Вообще просто рушит Все абсолютно планы Не сделаешь какой-то комбат Сложил Бланар Смотрите убивать Убивают Таки Пака Пак теряет Аегис Должен здесь уходить Должен уходить Итак Даггер аут И Шифт И что А лол А Лизори орб кинуть Зачем так-то Пак Какая-то неуверенная игра Я не знаю Ну даггер Ты ушел Сделай сразу Лизори орб Спрячься потом в шифт У тебя же было время Достаточно Ты бы дальше уходил В итоге просто Провезал шифт И остался на месте Как говорится И уйти никуда не сможешь В итоге теряет Аегис И отдает фраг Для команды ХМРС 9-12 счет пока До ПВЗ прежнего впереди Но ХМРС давит на пятки Где команды ПГГ? Они отдыхают сегодня Они Играть будут завтра Скорее всего У них там завтра Много встреч У них будет в рамках Группы первого раунда CCLTV Семи-про серии Будут играть Против команды ТБА БО-2 Потом они будут играть Против команды Рипперс БО-3 За выход в про серию То есть у них тоже Очень интересные матчи завтра Так что думаю За командой Вэртрай Мы подлетаем Именно как раз таки Завтрашним днем Ну опять-таки Смотрите за анонсами Анонсами будет в паблике Так что узнаете Итак команда ХМРС пошла пушить Т2 Тауэр по миду Сейчас Будет юзать Клип фертификейшн И будет ли пак залетать Ага Дистант залетел Алхимик Алхимик уже начал Нарезать Тарксира Тоже финс гриппа Ментальный стенка Дэнки Стягивает абсолютно всех Но сон Проклятый сон А ну как так-то Ну вот просто Все планы сбивает на нет Алхимик тоже Ментальный байбэк Пытается сделать Да Цеплять нечем по сути А там все время Все-таки Чена поймали Ну хотя бы так Как неплохо Могло получиться Сейчас Тарксир Вместе с Кункой Да А там отличная стяжка Торренды корабли Поехали убивать Но Нага все портит Нагу надо как-то фокусить Ну или всем просто Вместе БКБ покупать Я уж не знаю А тут еще пошли погоня За всеми суммонами Чена Пытаются их разбить Ну вроде бы это у них получилось 9-13 Алхимик гиперстом Покупает себе еще и Пэтмейл И получается осталось Несколько Ну вот на Ченмейл Не хватает Еще 300-400 монет До Салки Расс Для свитка Кунка Нафармился Наконец-таки На МКБ А нет Он делает Дейдаус Интересное решение Все-таки Это не МКБ Ну ладно Если криты будут С Шадоублейта Выпадать Дополнительно Это будет Конечно Только плюс Так может С одного крита Например Всяких Наг и Чена Убивать Даже посмотрим Сколько будет вылетать У Кункевича Понаблюдаю Я сейчас за ним Просто интересно Какой сейчас крит у него 104 плюс 127 Да Унажаться будет у него На 240 процентов То есть 2,5 раза Фактически Ну под 500 Под 600 Должны упадать Криты я думаю 700 Окей Договорились Пусть будет 700 Я вполне устраиваю Эта цифра Тем временем У нас на топе Попытка пушить Талхимик Т2 тавр Причем он вполне Справляется С этой задачей Да Пушит Пушит Снесет Т2 тавр Заберет Сразу Салки Расс Ну а здесь Попытка Запушить Т2 тавр От команды ТПВЗ Причем Здесь ХМРС Должны драться Тавр Должны навязывать Драку Хотя Алхимик Пошел пушить дальше На Т3 зайдет Походу Нет он пошел Вниз Будет дефать Здесь будет Намечаться Какая-то драка Глиф фортификейшн Так Нага должна Начинать Где Нага Сон нету Нету сна Делается ТП От кого-то Сечка тут же посадили Бланар под БКБ Пошел кого-то искать Видит Бэйна Бэйна Давай цеплять Какого-то воида Воидом цепляет Дарксир Отлично Стяжка Клокверка Тоже потягивает сюда Финсгрип Влезет Бланар Но это не самое Ушешение Он под БКБ Дарксир пока живет Клокверк Неужели умрет Лол Умирайте Время пока Бэйн Вместе с Висаджем Также Дарксир Все-таки отъехал Клокверк В живых Пак начинает Кого-то нарезать Никого не успевает добивать Пытается бить еще и Кунгкевич Но криты не срабатывает И не знает Кого он бить Убежает четверых Просто Пак тоже Должен отправляться в таверну Сейчас В коках его спрятали Лизорер Пытается уйти Там Мансует как-то ТП аут ТП аут Уйдет ли Нет не уходит Войдем его сверху Открывает Бланар Это минус 5 Тимбайп Отличная игра От команды Хамар Потрясающе Мне понравилось Очень четко Зафокусили Дарксир И не дали поставить Ни стенку Абсолютно ничего Клокверк удержал Весь замес В своих необъятных Коках Таких да Вот больших Из которых выйти Невозможно Потом очень быстро Забрали конечно же Висаджа с Бэйном Но остальные Просто как по маслу Ну и Коконкевич Да бил Он старался Он знал что Если выпадет Пару раз критов Станет Брингера Они выиграют Драку Но они почему-то Криты не выпадали Ну и в итоге Драков Плюс команды Хамар Смрэс Ну и становится Алхимикс Бланара просто Неубиваем героями И что делать Против них Сейчас непонятно На самом деле Алхимикс Забыл себя с Алтки раз Все у него теперь хорошо То есть Опять таки Скорость таки бешеная Сейчас соберет себе Какой-то Скиллбашер Думаю И все И до этого Игра закончится Просто-напросто Да Зарубы жестко Конечно ДПВЗ сейчас находится В глубокой В глубокой Депрессии Тут действительно Нужно что-то сейчас Выделывать Они сейчас Идут под смоком Пятером Проигрывают Уже смотрите 10 тысяч в золоте Проигрывают Команде Хамрэс И 7500 в опыте Очень много Последние две драки Все решили И пытаются Врисущество Кого-то найти Ну здесь уже все ушли Да Чен тоже уже смотался С своего леса Остальные игроки Он находится вообще Вот здесь вот Да Фармит Эншитов У нас Алхимик Делали ему даблспауны Бланара появляется Все временем Аганим БКБ Аганим Все как надо Да Ну и Не получилось Не получился заход Команда ПВЗ Хотя иду дальше Смок сейчас должен уже заканчиваться По идее Да, вот он закончился Ну и спалились на крифах Ага, нашли всех крипов Алхим Слип Слип от Наги Сирену Но она пока будет обходить Слип-то уже закончится Беда Беда-беда Не самый лучший слип Ну и своих сумонов Тоже в принципе не засейвили Да, что-то прям непонятно Такое исполнение было от Наги Если же она включилась Сон То она была стоять на месте Как говорится Да, вот подойти вы сюда Где максимально будет АОЕ Ото сна Тогда можно было держать И подождать Пока подойдет Алхимик Весь с Бланаром Но он почему-то решил обходить И в итоге сон закончился Внезапно Итак 14-13 Команда ХРС На один фраг впереди И очень-очень сильно впереди По золоту и по опыту И ДПВЗ пытается Что-то предпринять Что делать не ясно Рашан поедет в очередные минуты Может быть там На нем подраться Попытаться выбить Аегис Как-то Я не знаю Кунка вроде бы силен Вроде бы есть Да и дал Слукрыты Как же они необходимы Хороший один раз заход Один раз торрент Плюс корабль Плюс удар Шадо Блейда По скритам Вот все что нужно Для идеальной драки Нага там 7100 хп Она распойдется сразу Вы видели Симпсон крита А под Шадо Блейдом Будет еще больше У Чена вообще 910 Понимаете Это же просто Райт кликом убивать можно Да может быть Алхимика с Бланаром Не так просто убить Однако у них тоже После этого крита Останется не так много хп И думаю тиммейты Уже остальные справятся Тем более есть пак Есть Дарксир Инициировать драки Есть чем Тарксир Форстав Не Дайгер Что интересно Есть Мека Да Ну и Т2 Тавер По нижнему лейну И спокойненько забираешь За них драка не была Последний Т2 остался У нас на топ лейне У команды ХПРС Сейчас у команды Радиентов У Дайр Т2 Таверов нету И Алхимик Уже 4 900 имеет Много-много денег Очень И продолжает фармить дальше Так ну что Рошан появится Через минутку 10 Это секунд 70 Осталось 80 Если может быть Ну и пока охраняют территорию рядом Отпушивают лайн И в принципе да Еще бы топ толкнуть Конечно не мешало Потому что Алхимик Там рядом стоит И потихонечку толкает Толкает линию 5 200 Алхимик Что же будешь ты собирать? Да Вот правильно говорят Что у красавицы По сравнению с предыдущим Который Баша затарил Действительно Этот Алхимик Вот уже действительно Может выигрывать доту А салки раз есть Он танк Его пробуй убей сейчас Его так просто не пробьешь А тот А тот конечно Алхимик игру проиграл Это значит Команды Ну предыдущий Который играл Вы помните прекрасно Так заходит Алхимик В себя он Стан разрядился Да потому что Уже тарксир убежал Однако если бы там Подстанил на Где-то 4-5 секунд Этого дэнки Наверное Алхимик Его все-таки убивал бы 1100 хп Под тарксид спреем Там бешеное Количество Ударов В секунду Просто от Алхимика Да ну и продолжает он Пушить топ лейн 5900 уже Пока ничего не покупает Ну видимо Райт кликом Просто решил себя Обизлблейд собрать Да Потому что там Что получается До Скиллбашера нужно Ага он покупает Скиллбашера Остается у него 2900 Ну и осталось Порядка 800 монет 900 примерно Купить себе Сакротрелик И уже потом Можно устраивать драку Так ну и что Рошан у нас в принципе Отреспаунился Уже пока Обе команды Не торопятся туда идти Ну я в принципе Думаю именно там Должна быть еще драка Так видимо Кунки 2500 Пока видимо Деньги Ой заходит алхимик Опять таки в пак Пак не успевает Шиф да ладно Ну что ж реакция Твоей Пока летит стан Ты успевать должен Ну как так И без пака Ишь драться Здесь очень тяжело Блок вверх Будет ли в кого-то влетать Мека проюзная И команда ДПВЗ Просто давит на пятки Пытается взлетись Да спасаются Спасаются Но Рошана дают Однозначно Без пака Там никто драться не будет Беда Говорят Саду Блейта 150 стандарты Вылетают Так-то ну так Но там есть По-моему Какая-то вероятность Того что Одновременно Два крита вылетят Понимаете И там Может быть Очень даже интересно Ну как-то крита Будет стакаться То есть там Он не 150 плюс Там я не знаю 700 эти А как-то по-другому Стакивается В общем там Очень больно получается Так заходит Тут куча сумонов Начинают бить Висы Что-то тоже Раскастовывается в алхимика Пак здесь Пока поубивали Только сумонов Залетел Висы Зря Залетел Тут же Посмотрите Поставили Ага Алхимик То как Станчик Когтины Коги Отличный Поставил Клок вверх Не успевает Команда ПВЗ Помочь своим тиммейтам Сейчас Отрезает от навок Кункевич Тоже не знает Куда уходи Клок вверх Отличный хукшот Но здесь бегает Темка Найк Лол ударил Скрита Пытался убить Клока Но не убивает Темка Найк Лол хп Осталось Крест на себя Сажает Умирает Вжих остались Только нацпак Вместе с Дарксиром Ну и Рошан надо добить И может быть Пойти на хг Теперь сразу заходить По сути Особо ничего такого Не потеряли У нас игроки Команды МРС Да Все фулл хп Будут практически Лол кверх Тоже через 30 секунд Уже готов Будет нападать Тут рейдж Будет у алхимика Понятное дело Будет он еще с Аегисом Да Ну и Абисел Бейт Конечно Такое дело Клокчерк здесь тоже Отлично отыграл Кстати Здесь он ворвался Помимо всех своих Вот поставил Здесь коги То есть вот здесь По сути Где два героя Были отрезаны У команды ДПВЗ Их никто спасти не смог Так что Все окей Получилось Команда МРС Отлично драку проводит Ну и будет заходить На хг сейчас Кункини будет 20 секунд Алхимикс БКБ Пошел уже рейдж За аксид спрей На него повесили Тут инфибл Конечно Очень неприятно Но ему пофиг Он бьет дальше Он нагрит на себя Понятное дело Он будет на себя Сейчас байтить Ну надо Это агис как-то Разменивать Так пак влетает Или зори орб Саленс уходить Так ну и сколько Он снес получается Ну даже больше чем Пол хп снес Нормально Можно дальше Ну должна команда Хмрэйс продолжать Эту драку Смысл уходить назад Вообще нету То есть все артефакты Необходимые уже имеются Лишним ничего ты не нафармишь Ну да может быть Алхимик еще какой-то Слот себе прикупит Но он и так силен сейчас Намного сильнее Чем команда оппонента Надо просто зайти И заканчивать игру Клокфер в принципе Уже готов врываться Наверное Да-да Есть у него хукшот Кунка здесь Так есть замедление Кунка делает Туар из 800 Вот о чем я и говорил Да то есть крит Типа от шотлоблейдом Немножко получше работает Найт сталкер БКБ кстати поражал Зачем-то Зачем непонятно Врываться не стал Все равно Ну что Не дают забраться Команда ПВЗ Отличный здесь деф Ну кунка просто На самом деле удара Забирает всех крипов Абсолютно смотрите Раз Да это один раз Удар Так фамильяры тоже здесь летают Контролируют ситуацию Но потихонечку Падает тавер 500 хп у него осталось Клоквер при всем при этом Еще отпушивает Остальные лайни Китает ракетки То вниз то наверх Позволяет своим крипам Подвигаться дальше Ну и стояние У нас такое стояние Не рискует командных рейс Заходить сейчас Прямо сразу Дождутся видимо БКБ теперь Когда кдш У Найт сталкера А алхимика Она тоже уже Откдшилась Так что в принципе Он заходить то может Ну и кукверк Еще не врывался Пак залетает Опять сайенс Раскаст Кукка Да Ударять не надо Сейчас Эксит спрей Заходит алхимик Минус тавер Что дальше Так Посадили птичек Где Торрент Давай хоть что-то Кунка Сейчас бараки Просто упадут Надо же начинать драки Ну вы что делаете Падают же бараки Просто падают бараки Алхимик ничего не знает Проблем у него нет Поставили в сон Опять разбудились Снова просто убивает алхимик В соло Он просто зашел в соло И просто убил бараки Ему ничего команда ПВЗ не сделала Даже каких попыток не было Хоть один бы Торрент Какой-то вшивый Кунка посадил бы Тем более под птичками там Ну целься Не целься Ну попадешь Других вариантов просто-напросто нет Ну и сломали барак Сейчас куда будут идти А ну да Сейчас уже в принципе На миде сделать нечего Значу номер один они выполнили Снесли один лайн Теперь можно пойти по топу Например В таком же темпе Алхимик прежний магист не потерян 4 тысячи денег у него в плюсе Ну да Как-то конечно непонятно Все происходит Пак видим что Помимо ультиматорбан Ничего себе нового не собрал Тарксир здесь у нас Форстаф мека Тоже все это было Кунка покупает себе Демонедж Ну вот еще один Демонедж На этот раз наверное На рапира Ну как иначе Спасать ситуацию Тут только рапира может помочь По шедлбейдам удар Там если много-много Демеджа вопрет Если вся команда ХМРС Будет упадать с нового крита Тогда есть шансы В принципе Так алхимик Заходит на топ у нас Аксид спрей Начинает нарезать тавр Опять никто ему не мешает Так спрыгивает пак Жив алхимик По прежнему опять Много на него ничего повесили Тут смотрите Абизлблейд Торрент Трехсекундный стан Раскатышивается анархота Начинает убить Да Бэйна Бэйн тоже в таверну Алхимик только потерял эггис На минус 3 уже тем временем Темка Найка тоже видит Да Металя тоже минус КБ заходит нас в планар Ну и КГ пишет нас Кранда до ПВЗ Да уж Вот так оно бывает Когда алхимику и планару Дай что скачаться Начало вроде бы Довольно-таки неплохое было Но команда ХМРС Доформила как говорится И дожала И конечно же Огромный респект И алхимику За грамотный айтем билд И за грамотные действия В замесах Ну что поздравляем На команда ХМРС Проходит у нас полуфинал И опять-таки После небольшой Музыкальной паузы Будем прорваться мы с вами Уже на полуфинал И там нас Кто-либо ждет Или нет Сейчас я говорю